Привет, друзья, с вами Зулин. Пацифик Рим. Тихоокеанский рубеж. Я только что вернулся, ну, практически только что вернулся с фильма, я посмотрел его сегодня. Я не знаю, я хотел бы отметить эту штуку в своем вот этом вот всем, потому что я не знаю, что происходит, да, я не знаю, почему это происходит со мной за последние два месяца, наверное, уже три. Это, наверное, уже третий случай, когда комьюнити в интернетах там и вообще что-то очень сильно, ну, или там, условно говоря, сильно любит, но я потом, я впечатлен этим, я прихожу, смотрю это, я понимаю, блядь, что это за говно? Это, сначала это случилось с Lost of Us, ну, Lost of Us не так сильно, да, в конце концов. В целом мне скорее понравилось, чем нет, я просто, ну, отсылаю вас к своему прошлому влогу, который вышел на GamePilot. Второе это этот самый Rogue Legacy, но о Rogue Legacy я буду рассказывать отдельно. И сейчас третье это Pacific Rim, потому что, Тихоокеанский рубеж, извините, потому что, я не знаю, на Кинопоиске почти восьмерка, там, на EMDB восьмерка этому фильму стоит. Кинопоиск там семь с чем-то, ну, нормально, в общем, тоже хорошая оценка. Одна отрицательная рецензия на Кинопоиске, и там десятки положительных. Я не понимаю, почему. Я всегда, ну, не знаю, я всегда думал, что как бы, ну, мы сходимся там, типа, с интернетом часто в оценках, вот, по крайней мере, таких вещей. Но вот сегодня явно нет. Я, честно, не понимаю, почему вокруг фильма Тихоокеанский рубеж такой хайп, и почему он всем нравится. Я, опять-таки, хочу это выяснить. И это, ну, я не думаю, что это будет влог на два часа, но я покрашу себя в синий цвет, контекстуально, да, потому что для фильма Тихоокеанский рубеж я буду примерно как вот эта морская хрень для этих ягеров. В общем, так, сразу, да, вот, если вы не смотрели фильм Тихоокеанский рубеж, я скажу вот просто оценку, да, то есть я считаю, что это плохой фильм, да, то есть я, это мое мнение, да, оно абсолютно субъективно, не претендует там ни на что другое, да, но вот мое мнение, если вам, если вы как-то им интересуетесь в этом контексте, да, я считаю, что это фильм, который, ну, скажем так, если бы я знал, да, о чем там вообще будет речь, как это там будет исполнено и все такое, я бы не пошел его смотреть. И я, в принципе, не советую. Да, там есть пара сцен, которые стоят того, чтобы их увидеть. И все эти пара сцен, они в трейлере. Они есть в трейлере, в официальном трейлере находятся буквально, ну, скажем, 90% сцен, ради которых я вот, когда вышел из кинотеатра, я понял, да, вот, ради этих сцен, наверное, стоило смотреть этот фильм, но они все были в трейлере, какая мне разница. То есть все остальное, да, для тех, кто боится спойлеров, не бойтесь, это такой фильм, в котором, даже если бы я хотел что-то заспойлерить, у меня не получится, да, потому что там все очевидно. И в плохом смысле очевидно, да. И, ну, тут я уже начинаю к субъективным оценкам 18+, оценочное осуждение. Дело в том, что, наверное, я чем-то не тем пришел на этот фильм, да, наверное, я хотел от него слишком многого, но, честно, я так не думаю. Потому что мне не кажется, что я просил слишком многого, да, по крайней мере, по трейлерам и по видео making of там каким-нибудь, да, по, ну, деталям вот, предрелизам всяким, у меня сложилось такое впечатление, что это такой Евангелион только, только про роботов, да, потому что любой человек, который, там, не в бункере живет и смотрел Евангелионного поколения, он прекрасно понимает, что Евангелион это на самом деле не про роботов. То есть вообще. Я думал, что Pacific Rim это вот такой Евангелион только абсолютно про роботов, да, и это должно быть очень круто, потому что, ну, мехи огромные, там, размером создания, там, механическое чудовище ходит и упасит других чудовищ, только уже не механических, а вполне себе, там, из мяса и костей. Звучит очень круто, и в трейлере, трейлеры очень крутые, вообще не, ну, вот здесь без предъяв, да, то есть вот маркетинг очень впечатляет, да, и более того, он впечатляет, потому что тема мех, тема больших роботов, да, она больше раскрыта в анимации, там, аниме в каком-нибудь, ну, в всем таком, да, но в кинематографе, особенно в Голливуде, не очень много есть, и я думаю, что это стало одним из факторов, да, это такая, возможно, некое чувство новизны, что ли, да, для вот этого конкретного рынка, потому что в аниме эта тема отработана, там, Евангелион, когда снят, там, по-моему, 98-й, что ли, год, я сейчас уточню, вообще 95-й год, тут в Википедии пишут, что ТВ-сериал Евангелион с 95-го года вышел. И, вот, несмотря на то, что Евангелион, он как бы не про роботов больших, да, он про, извините, я подсветку забыл, Евангелион не про роботов, он там про всякие другие вещи, но, блин, вот, те, кто смотрел Евангелион, помнят первый бой, первый бой, который вообще показывают, по-моему, да, это бой Евангелион 0-й и третьего ангела, по-моему. Когда Синзи первый раз залез в 0-й и Евангелион, когда у 0-й случился Берсерк, и он дубасил, там, этого ангела, там, было супер, я вообще с открытым ртом смотрел первый раз, да и, в общем-то, много последующих раз, так, безумно эмоциональная вещь. Вот одна вот эта сцена, один этот бой в Еве, тихо, кот, подожди, я ругаюсь, я ругаюсь со всем остальным интернетом. Да, дай мне пространство. Один этот бой, он стоит вообще всего Тихоокеанского рубежа, вообще. Еще нас дача там останется, да, потому что Тихоокеанский рубеж, это такая, это, я даже не знаю, не знаю, попса это, что ли, или какое его слово. Ну да, это, пожалуй, вот настолько клишированный, голливудский, такой вот, в самом плохом смысле для меня, да, фильм, предмет, я не могу понять, как, как это... Знаете, вот я скажу так, да, если с Last of Us у меня еще были сомнения, типа, может быть, я чего-то не понимаю. То есть здесь, нет, я все прекрасно понимаю, я искренне считаю, что люди, которые воспринимают Пацифик Рим как что-то серьезное, интересное, впечатляющее, ну, не знаю. Я не знаю, где они оставили свой вкус на данный конкретный фильм, я не говорю, что у них его нет, но я не знаю, что их в этом фильме купило. Потому что, давайте по порядку, да, огромные человекоподобные роботы, само по себе, очень круто. Не делает фильмы само по себе, да, потому что, вот, как это подавалось в начале, как это подавалось в некоторых видосах до релиза, да, что есть несколько ягеров, там, ну, не знаю, пять, там, или четыре, или пять штук, да, их было, основных. Которые, ну, изначально, там, по сюжету в фильме их было тридцать, но осталось только пять. И каждый из этих пяти, они, это, типа, отдельный робот, они, типа, уникальные. Вот у нас есть китайский робот, у которого четыре руки. И вот у нас есть какой-то, там, еще робот, который быстрый, да, он, там, супербыстрый. Есть такой-то робот русский, да, который похож, там, на какую-то огромную хрень с ведром на голове. Кстати, мне понравился дизайн, особенно, вот, русского робота. Это, по-моему, клево, это напоминает Сахару войну миров, например. Там есть такой-то, есть такой-то, но, в общем, смысл в том, что, вот, есть несколько разных роботов, они, и они, вот, каждый отдельный робот. И, то есть, их пять. Что происходит, как это раскрывается в фильме? Я думаю, ну, там, наверное, будет какая-то интересная, интересное раскрытие всех этих роботов. То есть, по-любому, там, робот с четырьмя руками будет делать что-то, для чего нужны четыре руки, да. Быстрый робот будет делать что-то, для чего нужна скорость, там. Ну, в общем, как-то это будет неким образом раскрыто и показано, и отмечено. Что в итоге? В итоге, всех роботов, кроме главного героя, пускают на кап... Я не знаю, как это, не совсем капусты, не совсем шашлыки, потому что все это мясо, а роботы металлические. Это металлические мясо, это металлические котлеты и металлическая капуста, на которую пускают всех этих, абсолютно, по-моему, всех этих роботов. Я не уверен, что вот, ну, всех, кроме главного героя, да, но... Именно, там, на куски рвут. Но их всех выводят из строя в самом начале. Я знаю, что я сейчас отсылаю к сцене, которая происходит, там, по-моему, через час-десять после начала непосредственно фильма. Но к этому я еще вернусь. Самая основная битва в этом фильме, которая, там, начинается за полчаса до конца, по-моему, что-то такое. Вот, когда все эти роботы выходят в море, да, и сейчас готовятся драться со злыми чуваками, появляются злые чуваки, буквально через пять минут вся эта... Блин, весь этот народ лежит по кускам разобранный. И ничего не показано. То есть, да, они там помахались немножко, да, они побили, там, эти роботы механическими руками, там, немножко подрались. Китайский робот четырехрукий, как использованы их индивидуальные особенности, да, как это раскрыто. Четырехрукий китайский робот, у него во всех четырех руках появилось по циркулярной пиле, что само по себе довольно мощно. Он успел, по-моему, этими пилами резануть, там, раза три-четыре, перед тем, как сдохнуть. Как раскрыт быстрый робот? Никак. То есть, тот факт, что он быстрый, он упоминается два раза, точнее, ну, к нему делается референс два раза. Первый раз это когда говорят, когда, типа, осматривают всех этих роботов вначале, говорят, вот это у нас русский робот, это у нас такой, это вот это у нас быстрый робот. И второй раз это когда этот быстрый робот бежит, да. То есть, все остальные роботы, они шагают очень медленно, они большие, они такие массивные, они медленно шагают. Этот робот, он тоже, он здоровый, массивный, все такое, но он бежит, да. И это производит впечатление, я согласен, чисто на эстетическом уровне. Это довольно круто сделано, когда вот эта огромная металлическая дура, она еще и бежит. И там все трясется, и вода там расплескивается. Ну, как бы нарисовано здорово, да, это то, к чему я еще вернусь. Но опять-таки, он бежит, он добегает, и его разбирают на запчасти практически моментально. И в итоге ложатся они все более-менее. И один-один робот, в котором сидит главный герой и телка из фильма Скотт Пилигрим, по-моему. Я не уверен, если это она, то это она, если это не она, то она как-то супер-мега похожа. Но, блин, я готов покляться, что это она. Я специально не смотрел, да, но я думал, что, блин, это определенно она. Я буду называть ее телкой из Скотта Пилигрима, потому что, ну, я не уверен, что это она, но, в общем, вы поняли эти. И вот один этот робот остается, только главного героя, да. Причем у него как раз-таки вообще никаких особенностей нет. Это самый, мать его, скучный робот в фильме. Окей, у него в груди этот самый, типа, какой-то там, то ли ядерный реактор, то ли еще чего-то, да. То есть, смысл в том, что все остальные, они там, что-то типа цифровые там работают, как какой-то херни, типа микросхем. А вот этот вот он аналоговый, да, он автономный, он может работать на этом реакторе, как у железного человека, да, в груди. Вот. И поэтому, собственно говоря, поэтому, да, его не убило, в том числе, потому что, когда бомбанули эти злые чуваки, бомбанули EMP волной, вырубило всю электронику. И остался только чувак с ядерным реактором на борту. Окей. И, кстати говоря, мы помним, что происходит, если засунуть в робота ядерный реактор. Там в Евангелионе про это было, но там, конечно, да, по-разному было. А, да, там не всех порвали, там Страйкер остался, но это отдельно. Вот это одна из причин, да, то есть этих роботов там могло бы и не быть в таком качестве, да, потому что их очень, ну, их практически не показали, там практически никого не показали. Там показали одного робота, робота главного героя, как он там, бродяга по-русски назывался. Ну, блин, меня так тошнило от этой русской озвучки, а на Инглише я еще не успел посмотреть, поэтому не знаю, как он назывался. У него самый скучный робот, потому что он ни хрена особенного делать не умеет, да, он просто, ну, такой некий сбалансированный чувак, у которого в груди ядерный реактор, главное преимущество которого, он может работать автономно. Окей, не то чтобы суперсила какая-то, ну, хоть что-то, я полагаю. Это грустно для меня, потому что уникальность «Мех» это довольно интересная история. В том же, я не знаю, мне не очень хочется постоянно сравнивать фильм с «Евангелионом», но тем не менее, да, в «Евангелионе» были вполне себе... Ну, я не скажу, что там было особенно на этом фронте, да, много чего, там вот три основные ключевые Евы, они были более-менее одно и то же, просто каждая следующая модель немного лучше работала, чем предыдущая. Но здесь это просто транжирство какое-то, да, у них было, там, я не помню, четыре или пять офигительно нарисованных «Мех». И что они с ними сделали? Они его грохнули, они всех, кроме там двоих из этих «Мех», они грохнули в самом начале. Ну, точнее, в начале главного боя, да, что в принципе является началом фильма. И вот это второй момент, да, потому что... Ладно, хрен с ним с боевкой, да, чуть попозже, может быть, еще, но сам фильм, он, вот, его середина, она ужасна. Это просто, блин, я сидел и... Что же вы делаете? У вас... После того трейлера, который вы показали, вы не можете делать в середине то, что вы делаете сейчас. Это просто мерзко. Там схема примерно такая в этом фильме. Первый, там, условно говоря, как это, не прелюдия, а пролог, да, это вот про то, что экспонируется сюжет, да, он... Завязка в том, что из океана начинают переть, там, монстры здоровенные. И человечество изобрело роботов, чтобы драться с этими монстрами. Окей, хорошо. Что происходит потом? Потом, чувак, который дерется с этими роботами, чувак, который... пилот, да, который дерется с... Один из пилотов, который дерется с этими монстрами, он теряет в бою своего брата. И чуть не умирает сам, теряет своего брата в бою и... Уходит после этого, типа, полковник, я завязал. Охуительно новая история, кстати говоря, свежо, никто так не делал, ладно, неважно. Ну, в общем, полковник я завязал, он уходит строить стену. Там альтернативный план по спасению вселенной, это построить огромную такую стену вокруг... Я не знаю, чего, там, вокруг... Вокруг чего-то, короче, неясно вокруг каких границ. Они захотели построить стену, и они решили, что стена защитит их лучше, чем огромные механические, там, типа, чуваки, роботы. Ну, у них были там некоторые причины, потому что в какой-то момент роботы начали сосать, потому что монстры качаются, а роботы нет. Вот. И, ну, блин, серьезно, стебаная стена... Там был тезис озвучен, что это, типа, стена, они все как-то доказывали, что эта стена, типа, неуничтожима, да, она непробиваемая, эта стена, это суперстена, давайте мы ее построим. Окей, они ее построили там на определенный момент. Буквально через, там, не знаю сколько, приходит монстр, ломает эту стену, там, просто как карточный домик, она просто складывается, она ничего не может, как будто ее там нет. Проходит и начинает всех громить, и его останавливает, там, какой-то один из списанных мехов, там, которые вот еще работают. И они продолжают строить эту стену. Я просто... что? Почему? То есть там, там было это так проэспонировано, что по телевизору политик какой-то там говорит, что мы, типа, без комментариев, но мы все еще считаем, что стена это лучшее средство защиты от злых морских чудовищ. И все, больше мне, типа, сказать нечего. Мы только что видели, как огромное морское чудовище порвало эту стену, практически ее не заметив. И, ну, я не знаю до какой степени надо быть политиком, чтобы быть настолько мудаком. Нужно быть, там, дважды Милоновым, да, трижды Мамонтовым. Ну, это не политики, это все, типа, ну, клоуны больше, да, но там... Я не знаю просто, насколько надо быть русским политиком, чтобы вот такое ляпнуть. И при этом это чувак, судя по-моему, из Штатов был. Как сразу после этих слов восстаний массовые не начались? Не эти там локальные стычки, которые там показали, а реально... не знаю. В общем, происходит вот это. И к тому времени программу вот этих огромных роботов как бы сворачивают, да. Они говорят, что, ну, ребята, вы, спасибо за то, что вы сделали. Но, знаете, вас там пару раз отхреначили эти монстры, да, и вместо того, чтобы апгрейдить наших роботов, мы, наверное, совсем не будем больше их финансировать, потому что... Ну, а зачем? Мы лучше построим огромную стену. По-моему, наша версия, что вот огромная стена, это хорошая идея. Но эти... вот программа с этими роботами, она как бы остается. Там главный чувак, там негр-вдохновитель, он продолжает этим заниматься. У них там осталось пять роботов, и это вот основные, собственно говоря, герои есть. И схема такая, да, то есть сначала первый бой, вот бой про то, как чувак там потерял брата своего. Потом нуднейшая середина, просто безумно нуднейшая. И она реально долгая. То есть я хочу, чтобы вы поняли, да, основной массив этого фильма, это вот эта вот середина, в которой почти ничего не происходит. Там происходят такие мелкие штуки, типа, есть вот главный герой, который... Полковник, я завязал, потом полковник приходит и говорит, слушай, ну, миру же грозит опасность. Он говорит, ладно, окей, раз миру грозит опасность, а то, блядь, ты раньше не знал, что миру грозит опасность. Надо, чтобы негр лично приехал и тебя, это, умолял через пять лет после того, как программу свернули. К слову сказать, только что узнал, что тянка, которая играла, там, вот этот вот любовный интерес главного героя, это не тянка из Скотта Пилигрима, но, чёрт, очень похоже. Ну, по выражению, там, эмоций, всё, не знаю. Я не помню, о чём я говорил в прошлом абзаце, в общем, моя... Я, наверное, с неправильной какой-то... Может быть, это завышенные ожидания, да? Потому что я ждал хоть какой-то глубины, хоть чуть-чуть, да? Хоть что-то, кроме больших роботов, которые ещё и показаны, там, в третий фильма, что во всех остальных моментах просто нет. То есть, там середина, нуднейшая совершенно история про то, как завязавшись с боями после того, как его брат умер чувак, вернулся, как бы, туда, потому что его попросили. И вот он всю середину, он занимается, всю середину фильма, он занимается тем, что... Что пытается сделать так, чтобы его вторым пилотом была вот эта вот тянка. Окей, в принципе, не проблема, да? Но это бы сработало, наверное, если бы персонажи были хоть немного с какими-то... Ну, какими-то персонажами, у него были хоть какие-то личности, потому что... Вот это вот, вот это вот... Как доска, плоские люди... Я не знаю... У главного героя мотивации как таковой нет вообще. Ну, по крайней мере, я её не увидел, да? То есть, у него есть... Ну, помимо, очевидно, помимо, там, спасти мир, но, блин... Как свежо! Я не знаю, то есть, по-моему, это не 2013 год, ни хрена. Должно быть некое... Должно... Должно было бы быть проэкспонировано, зачем именно вот тебе конкретно спасать мир, да? Вот что... Тебе здесь важно? Потому что спасение мира, это не про спасение мира, на самом деле. Каждый отдельный человек спасает мир, там, по каким-то своим причинам. Мне, там... Я хочу спасти мир, потому что, ну, здесь вот люди, которых я очень люблю, да? Мы ничего не знаем про этого героя. У него нет людей, которых он любит, за исключением брата, который он там потерял. Я хочу спасти мир, потому что я хочу отомстить за брата. Он ни разу этого не сказал. Никто этого не сказал. Никто не намекнул на это даже. Он, ну, никак... Не показано вообще ничего, чтобы как-то его мотивировало на это. Он просто, типа, окей, ладно. Ну, там... Я могу это делать, поэтому я буду. Притом он сам такой, достаточно... Ну, достаточно инфантильный, я бы сказал, тип, да? Он... А-ля... Это такой персонаж, которых принято изображать такие... Типа, чуваки, которые нарушают правила, да? Крутой чувак. Блондин. Там... Такой... Немножко надменный, да? Но такой по-голливудски очаровательный, да? То есть... Человек, который пережил взрыв ядерной бомбы практически у лица, да? И у него даже волосы не потрепались с этим. Ну, вот такой тип персонажа, да? Опять-таки, вот супер свежо. Никогда таких не видел, блядь. Очень здорово. Тянка поинтереснее, да? То есть девочка, она более-менее еще... Ну, с ней что-то попытались сделать, ей попытались дать какой-то бэкграунд. Он у нее хотя бы есть, мы что-то знаем о ее прошлом. И это показано, да? Это не просто там где-то, ну, там это чуть-чуть показано. Уже, ну, добавляет некого. Хотя, опять-таки, тут скорее брали эстетикой, да? Потому что... Давайте будем честны перед собой, эту конкретную тянку, этого конкретного персонажа сделали две вещи. Первое, это глаза. А второе, это ее вот эти синие хреновины, у нее прядки, внизу волос покрашены в синий цвет. Нет, что красиво. Она очень красивая девушка, она... У нее очень красивая мимика и вот эти вот прядки, короче. Ну, чисто по эстетике, да, окей, она вытянула. Но, опять-таки, вот о ее мотивациях и обо всем прочем, мы не знаем ничего, потому что их нет. То есть, у нее одна мотивация. Нет, я даже не знаю, я сейчас хотел сказать, у нее одна мотивация, но я не знаю, какая у нее мотивация вводить ягер. Потому что там сказано, в фильме сказано о том, что она, ну, у нее, типа, это очень хорошо получается делать. Она, типа, самородок, да, в этом смысле. Там она круто драться умеет, да, хорошо синхронизируется в теории, да, в симуляторе и все такое. Но до реальных боев ее никто не пускал, потому что негр, который ее в свое время спас, он ее как бы очень любит. Что, опять-таки, никак не показано. Почему? Что? Потому что он, ну, как-то он дрался с огромным монстром, вылез из робота и увидел на дорогу. И он решил, и с тех пор он относится к ней как к дочери. Почему? Не знаю. Ну, вот, в общем, это где-то за кадром осталось, но это можно принять. В чем мотивация девочки драться, кроме того, что у нее это получается? Я не знаю. Там не сказано, типа, хочу защитить всех, там, хочу отомстить за негра, который меня спас, потому что, там, ну, он пострадал от этого очень сильно, да, ноль. Там, в общем, по сути, у всех героев в этом фильме мотивация одна. Типа, вот, спасти мир. Вот, в самом таком общем смысле. Мы не знаем, как мы это сделаем, мы не знаем, что для этого надо, мы не знаем, кто против нас. Но, вот, мир надо спасти, потому что это огромные ебы, которые прут, там, из океана и все такое. Что, на мой взгляд, плоско. Потому что это показывает, да, это описывает вселенную, да, это показывает саму ситуацию, но это абсолютно не показывает персонажей. Ну, вот, на мой вкус, мотивации, как бы, вот, и все вот эти вот характеры, они абсолютно проебаны. За исключением ученых, да, потому что ученые более-менее еще получились яркие. Вот эти два чувака, да, ну, они, у них есть некая индивидуальность, что хорошо. Они мне даже понравились, да, то есть, ну, это, по крайней, они, они тоже плоские, да, они тоже очень карикатурные, но они персонажи. В отличие от главного героя, который, блядь, ходячая клише, это кукла Кена. С бонусом в виде того, что он потерял брата. Когда, там есть сцена, когда, ну, естественно, вот у таких главных героев, да, у них всегда есть некий, некий другой альфа, который, с которыми, с которым они воюют, да, так контекстуально. И вот там есть второй, там, водитель, там, один из пилотов другого робота, страйкера, он такой же, как он, он такой же альфа, он такой же блондинчик, но он агрессивный такой, да, он эгоистичный, агрессивный, типа, ну, альфа. Естественно, они грызутся между собой. Почему они грызутся там в отдельный бред, но смысл в том, что та сцена, это просто, это зацепило меня, да, я смотрел на эту сцену, и я понял, вот, куда я попал именно тогда. Потому что в какой-то момент они дерутся, ну, не в роботах, а, кстати, вот, если бы они дрались в роботах, то это было бы круто. Они не дерутся в роботах, они дерутся в виде людей, потому что это то, что мы хотим видеть в фильме, который анонсировался, как огромный, там, блокбастер, который показывает клэш огромных роботов с огромными монстрами, это то, как два смазливых голливудских блондинчика метели друг другу лица, как бы, да, в абсолютно невпечатляющем виде. Когда они дерутся, я понял, я не могу отличить, кто из них кого бьет, потому что они, блядь, одинаковые. У них практически одинаковая прическа, у них практически одинаковое выражение лица, и они практически, они оба клишированные совершенно уроды, которые, я не понимаю, как можно их воспринимать, как что-то, вот, кроме ходячей кинематографической функции. Да, вот, просто, вот, главный герой, темплейт, да, шаблон главного героя. И вот два таких чувака, они дерутся между собой, офигеть. Я не понимаю, кто из них кого бьет. Отличные персонажи, вот так, Гилья, ну, просто, молодец. И в итоге, эта длиннющая середина, она заканчивается тем, что... Да, еще по поводу сеттинга, вот это вот общее отсутствие объяснений о том, как эта вся херня работает. Да, что это за монстры, откуда они прут, зачем они прут. Как именно... Какова их природа, да. То есть, там это чуть-чуть буквально по этому проезжается. Но могли бы с тем же успехом просто этого не упоминать. Потому что те объяснения, которые даны, они... Я не знаю просто, как это можно воспринимать, как что-то более-менее объемное. Потому что там это сделано так, да, что... Главное... Ну, с чего начинается вообще фильм, да. Мы смотрели на звезды и всегда думали, что там, условно говоря, да, что опасность придет там сверху из космоса. То есть, ну, посыл в том, что вот мы думали, что из космоса придет какая-нибудь еба и всех... Но мы не знали, что зло придет со дна океана. И это интересная тема сама по себе, да. Потому что для тех, кто, ну, может быть, не в курсе. Мы... Человечество исследовало планету Земля далеко не до конца. Да. Мы более-менее исследовали сушу, но мы абсолютно не знаем, какого черта находится на дне океана. Да. И это правда, например, там Марианская впадина, она... Она идет на безумную глубину. На совершенно невообразимые просто расстояния уходит вниз. И мы, по-моему, мы не смогли даже на половину этой глубины опустить еще ни один девайс исследовательский, да. Потому что давление просто сминает все, что мы туда пускаем. И на той глубине, на которой мы уже успели побывать, там водится... Ну, в реальном мире, в смысле, да, не в фильмах, в реальном мире. На той глубине, в которой мы успели побывать, там водится такая страшная хрень. Реально посмотрите картинки в интернете. Наберите, там, существа на дне океана, да, и что-нибудь такое. Там есть рыба, у которой прозрачная голова, да. У рыбы, у нее вот эта вот секция. Она прозрачная, и мы как бы видим мозг, который там находится у нее. Только это не мозг, а это глаза. А мозг там у нее где-то в другом месте. Это ебать как страшно. И там куча вот такого просто, ну вот, мы не знаем той херни, которая там находится. Реально. Мы понятия не имеем. Оно не трогает нас, мы не трогаем ее, и пока что все нормально. Я думал, что немножко об этом будет. Ну, или вроде того. Что в итоге оказалось? В итоге оказалось, что просто где-то на дне какого-то океана, блин. Открылся портал. Откуда портал, непонятно. Просто из другого мира. Окей. Без любых других объяснений. Из другого мира открылся портал, и оттуда лезут монстры. То есть, вы понимаете, да, вся вот эта, весь этот сеттинг, основанный на драках в воде, он абсолютно необязателен. Потому что этот, этот портал мог открыться абсолютно где угодно, в любом другом месте. Он мог открыться в горах, потому что это портал. По сути. Да, они там нарисовали какую-то там воронку, какую-то ебатню, но это портал. То есть, он мог открыться в горах, и эти монстры лезли бы с гор. И... Откуда им... Что это за место, откуда они прутся? Как они... Там, там как-то проэкспонировано в фильме, что у них есть некая организация. Это не просто дикие там какие-то мобы, которые непонятно что хотят. Нет, там есть некая раса, которые хотят вот что-то там типа сожрать землю, да. Потому что раньше они пробовали это в период динозавров, но им атмосфера там не понравилась. А тут вот люди уже обжили за все эти там тысячи лет, и теперь они готовы прийти и все захватить. Это вот буквально этим приложением исчерпывается все. Зачем им там, почему... Ну, то есть, это что-то вроде риперов получается, да, в Масс-эффекте. Но это даже не близко по степени объяснения, потому что в Масс-эффекте риперы это там отдельная философия была. Это Лавкрафт с этим связан отдельный был. Здесь это просто чуваки, которые живут в другом мире, которые пришли захватить землю за чем-то. Возможно, чтобы там всех съесть, да, в лавкрафтовском смысле. Возможно, нет. Может, это в фильме говорят, я этого не услышал, потому что это там буквально говорится полминуты, не больше. И вот таким, вот подобным образом ничего не рассказывает. Ничего не объясняет. Я не могу поверить в сеттинг, я не могу поверить ни в одну хреновую деталь этого фильма, потому что мне не объясняется хотя бы в рамках терминологии этого фильма, как это все работает. Ну, там, кроме некоторых механизмов, там, из этих роботов. Там примерно объяснено, почему для управления роботом нужно два пилота, и я, в принципе, готов с этим жить. Я даже не хочу, ладно, фильм, типа, так, там, нужно разделить левую половину и правую половину мозга, типа, взять их с разных людей, чтобы адекватно управлять роботом. Пофиг. Но вот эта вот ужатость всего в этом фильме, кроме вот этой нудятины про то, что, а давайте вот эта кавайная японка, она будет моим вторым пилотом, это реально то, чему больше большинство времени в этом фильме посвящено. Вот кроме этого не раскрыто ничего. И, как бы, в итоге у нас остается чистая эстетика. То есть, если у нас нет сюжета, если у нас нет персонажей, если у нас нет вообще ничего, то нам остается только смотреть, насколько это красиво, и решать, стоит оно того или нет. На мой взгляд, не стоит, потому что это далеко не так красиво, как это должно быть, чтобы проканало такое говнище вместо сюжета. Потому что многие помнят фильм «Запрещенный прием», да, «Сакер Панч», который примерно был, на самом деле, с примерно той же самой философией, да. Мы не будем сильно загоняться по сюжету, мы просто покажем вам набор охранительных, там, боев. И вы знаете, мне «Запрещенный прием» не понравился, да. Примерно по тем же причинам мне показалось, что он пытается продать больше, чем я готов купить. То есть, там слишком мало объяснялось, там слишком много нужно было принимать на абсолютно тупую веру, и... Ну, в общем, фильм во многом держал зрителя за дурака. Но! Там была эстетика, да. Я почти покупал все это. Там были сцены, которые реально очень круто было смотреть, просто вот, ну, в качестве зрелища. В... в Тихоокеанском рубеже таких сцен, я не скажу, что совсем нет. Их там... сейчас я скажу, одна или две. Мне приходит на ум только одна, значит, она одна. Это сцена, которая действительно очень крутая. Она длится крайне короткое время, она длится там буквально не больше минуты. И... она есть в трейлере. Так что ради нее хотя бы стоит смотреть трейлер. Это сцена, когда робот главного героя идет дубасить огромного монстра. И у него в руке... и он берет с собой для этого, у него в руке этого робота находится грузовой корабль, баржа. То есть он... он идет, и он тащит за собой, как... Баржу. Грузовой корабль. Или там вообще, ну, что-то вот такое, да? Это было круто. Я сижу так... и я вслух просто, я такой... Я не был готов к этому, потому что не было показано, какую он эту баржу брал. Что было бы, кстати, интересно. Этот огромный робот несет за собой эту херню, и я такой... Окей, аргумент принят. К сожалению, это была, пожалуй, единственная настолько крутая сцена, чтобы я просто на секунду забыл о том, какое говно весь остальной фильм. Потому что, да, он подубасил этой баржей монстра. Произвело впечатление, согласен. Но потом эту баржу у него очень быстро отняли, в общем, и выяснилось, что дубасить монстра баржи не очень экономично в плане баржи. Ну, уже баржа разлетелась на куски, и как бы вот такая история. Я не очень... я не очень оценил боевку в этом фильме, потому что у меня слишком много к ней вопросов. Я понимаю, точнее, ну так, вот одна из причин, по которым, я думаю, все любят этот фильм, ну, многие, да, это потому, что там роботы... Там огромные человекоподобные роботы бьют огромных монстров. Годзилла-стайл, да, и... Что хорошая причина. Я готов любить фильм по этой причине. Но я хочу хоть немного в это во все верить. Эстетически я в это верю, да. Я эстетически, я признаю, и с радостью признаю, что эстетически это все выглядит очень хорошо. Монстры выглядят... Я сейчас не про дизайн, а именно про качество отрисовки. Потому что дизайн монстров мне... Так... Но, тем не менее, именно выглядит, как вот оно в техническом смысле, оно выглядит потрясно. И двигается. Главное, скорее, даже двигается оно хорошо, потому что чувствуется, что роботы большие. Да, чувствуется... Я это заметил в самом начале. То есть... Чувствуется масса этой огромной металлической машины. То есть чувствуется, насколько это огромная, колоссальная хренота. Да, и в это, в принципе, ты веришь. И это здорово. Проблема в том, что это не используется дальше, чем... Вот ходьба, да, непосредственно передвижение. И удары по лицу монстров. Там есть одна еще очень классная деталь, которая, опять-таки, абсолютно никак не объяснена, не рассказывали ничего про вот этот технический аспект битвы. Но он там есть, и он мне понравился, да, это когда робот главного героя, он бьет кулаками монстра по лицу, монстр, типа, явно проигрывает, и он берет и говорит, на, сука, на! И потом он третий раз, он заносит руку вот так вот для удара, и там что-то говорит, эй, там, запустите мне локтевой ускоритель, и, по-моему, он именно так и сказал, локтевой ускоритель. И у него там с локтя открываются, там, какие-то хреновые отсеки, и там закись азота подается ему в локоть, там пара каких-то двигателей начинает работать, и там струя огня за этим локтем, и мы понимаем, что это сделано для разгона, да, потому что сейчас этот локоть на силе этого закиси азота как вдолбит в лицо этому монстра. Да, это тоже произошло, это тоже было круто, и это длилось две секунды. И вместе со сценой с ударами баржей, даже не с ударами баржей, а именно с моментом, как он ее тащит, ну, где-то там секунд на 15-30, наверное, фильм насобирал реально сцену, которые меня впечатлили. Вся остальная боевка не сильно лучше, на мой вкус, чем боевка в трансформерах. Немного лучше, не настолько сильно, потому что, да, масса чувствуется больше, да, есть различия между... Теперь, в отличие от трансформеров, есть различия видимые между роботом и монстром, потому что там роботы дубасили роботов, и не было очень понятно, какая гора металла бьет какую гору металла. Здесь, понятно, гора металла бьет гору мяса. Но, не знаю, монтаж таков, на мой вкус, даже он слишком резкий, и сложно оценить это, да, потому что большинство кадров ударов происходит с достаточно близкого расстояния. И мы видим, как какая-то большая хрень бьет в кучу, там, в кучу мяса, условно говоря, да, или наоборот, большая хрень бьет в кучу металла. И мы видим, как разлетаются искры, как там что-то в стороны разбрасывается, но мы никогда не видим в полной мере, да, то есть как бы было круто посмотреть большая сцена, там, такая вот панорамная просто, и с одного конца этой сцены стоит робот, с другого конца стоит монстр, и монстр такой смотрит на него, и этот на него смотрит, и они начинают медленно так друг к другу идти, чтобы в итоге посередине где-нибудь сойтись, там, ударить друг друга, и, ну, вы понимаете, о чем я говорю, такая некая самурайская эстетика в этом есть. Кстати, это делали могучие рейнджеры, например, да, то есть это известная тема, и это сделал запрещенный прием, и это кто только не делал. Там этого практически нет, там большинство приемов именно операторских и очень Майкл Бэевские, да, то есть мы не очень хорошо понимаем, что конкретно происходит, мы фиксируем факт удара, но мы не можем оценить, что в этот момент именно произошло, что, наверное, ну, многим нравится, потому что зарегистрировать сам факт удара, наверное, кому-то хватает. Я почувствовал, что это как-то маловато, да, через меня проходит. И все вот это в целом, да, то есть... И опять-таки я должен сказать про скудность боевки, потому что там всего три серьезных боя. Там бой в начале, бой, когда порвали основную братью, и бой, когда главный герой захреначил тех, кто порвал основную братью. Ну, окей, четвертый бой финальный, да, под водой, когда там они эту бомбу загружали. Это мало, мне кажется, да, на сколько там два часа идет этот фильм. Я считаю, что можно было пожертвовать каким-нибудь говном, типа вот этого пусси-файта двух блондинчиков в коридоре, который мог бы раскрыть персонажей там, да, но поскольку в фильме персонажей нет, как я уже сказал, можно было и пожертвовать. И показать, например, как четырехрукий робот дерется с кем-нибудь, побольше, я имею в виду, не 40 секунд, после которого четырехруковый робот там разрывает на куски. Может быть, стоило бы показать, как-нибудь раскрыть монстров самих, раскрыть расу, потому что мы видим тех, кто управляет этими монстрами, да, тех, кто дает им команды, только под конец. И мы видим их в ситуации, когда через пару секунд их аннигилируют атомной бомбой. И мы не знаем точно, что аннигилируют Ли. Может быть, стоило немножко про них рассказать? Или там, ну, что-нибудь еще сделать? Пусть быстрый робот покажет, какой он быстрый. Пусть что-нибудь произойдет другое, кроме того, что одна огромная тяжелая херня ударит в другую с очень близкого расстояния. Потому что этого в фильме много, и это перестает работать очень быстро, на мой вкус. Так что отсутствие персонажей, отсутствие сюжета, отсутствие более-менее разнообразной боевки меня лично абсолютно добивает. И во многом этот фильм комедиен даже, да, он делает что-то вроде того, на чем погорел судья Дредд первый в свое время. Да, потому что он был слишком несерьезен в этом смысле. Он, ну, такие моменты, да, как этот постоянно чувак с ним ходил, постоянно Астрота шутил, как ну, что-то, я не знаю, как это по-русски сказать, гухи, да, игра очень многих персонажей. Здесь некоторые детали, которые в этом фильме есть, они маленькие, да, и они наверное для многих не играют значения, но для меня, скажем, вот я почувствовал, я действительно почувствовал себя оскорбленным в один момент, когда это чисто режиссерская тема, это никак не связано с сюжетом, но я почему-нибудь было очень неприятно, когда это произошло. Есть сцена, когда ну, дерутся робот-главного героя и монстр, и кулак главного, робота-главного героя, ну, он промахивается мимо монстра и он ударяет в здание. И этот кулак проходит там, где-то на треть толщины этого здания, пробивает там все внутри, и там показано, как этот кулак летит, разбивает офисы, да, то есть, как мебель, стены, пол, потолок, все рушится, то есть, ну, знаете, здание, просто кулак проходит сквозь здание, как там, нож через масло, какой импульс он дает, да, какое разрушение от всего этого. И этот кулак идет дальше, и он останавливается, ну, и, ну, он доходит до конца этого удара, да, и он касается чуть-чуть игрушки, офисные игрушки пендулум, да, я забыл, опять-таки, не знаю, как это называется, маятник, куча шариков на ниточках, которые, ты один шарик, типа, оттаскиваешь, толкаешь, и импульс, в общем, только крайние шарики качаются пендулум. И вот рука останавливается там в миллиметре, дотрагивается до него, и эти шарики начинают ходить. И я такой, блин, что это? Что это только что было? Какая цель только что была у этой сцены? Что именно мы только что увидели? Потому что для меня это такое, это такая, переводя с режиссерского на зрительский, да, это типа, не воспринимайте это все слишком серьезно. И я такой, блин, а как мне это еще воспринимать? Потому что, ну, в этом фильме, я уже достаточно разочарован тем, что в этом фильме нет сюжета, нету персонажей, нету ничего, кроме, кроме рисовки, по сути, роботов. Даже боевка мне не нравится, я объяснял, почему. и тут вот эта сцена просто как добивающий такой некий элемент, типа, ахаха, там. Это маленькая деталь, но она для меня, ну, не знаю, фильм расписался просто в чем-то, я не уверен, как это сформулировать, но у меня прям лучше что-то екнуло. Она не единственная, да, там они пытаются как бы острить и не всегда уместно. Понимаете, это все частности, да, это все частности, которые можно было бы простить, если бы фильм был каким-то целостным куском, но он не, потому что история со стеной незакончена. Кто сказал, что надо построить стену, чем они руководствовались, почему они думали, что стена их защитит, что, как они отреагировали на то, что стена была сломана там при первой же попытке, что случилось с проектом стены дальше? Не знаю. В момент последнего боя негр жертвует собой Христа ради. Как, насколько более клишированным может быть фильм, когда негр жертвует собой. Просто и главный герой в конце выживает. Я смотрю, вот эта сцена, когда главный герой в конце взрывает атомную бомбу у своего лица и выплывает на спасательной капсуле через закрывшийся портал, типа, в последнюю секунду проскочил, ага, конечно. Они, они, они пишут, они говорят в командном центре, ой, у нас там пропали сигнатуры, ой, у него нет пульса, о, черт, у него пульса нет, он умер. И эта тянка там стучит к нему, эй, там, ты жив, нет, не умирай, она обнимает его, и они по интеркому говорят, типа, эй, там, у него нет пульса, типа, перестань, там, он умер, ну там, нам очень жаль. И естественно, он там откашливается, типа, о, я жив на самом деле, пульс у меня пропал по приборам, потому что, почему-то, да, вот так получилось. И хэппи-энд, и все довольны, и ничего дальше не происходит, просто вот эта сцена, когда все радуются, они сидят, обнявшись на лодке, эээ, все закончилось, хэппи-энд, титры. Я такой, блин, у этого фильма был один единственный, одна единственная возможность, с чем-то мне запомниться. Сделать что-то, после чего я могу сказать, да, знаете, этот фильм говно, но, по крайней мере, он об этом знает, поэтому убил главного героя, поэтому я могу это уважать. Нет, к сожалению, не произошло. Я не принимаю аргументы по поводу того, что, ну, это типа фильм про огромных роботов, чего-то от него ожидал. Я вам напоминаю, что в 95-м году, например, уже делали фильм про огромных роботов, там, аниме, неважно, которое было глубже Марианской впадины, условно говоря, да. И не обязательно доходить до того, до чего доходил Евангелион. Правила написания, там, каких-то там персонажей, сценариев раскрытия более-менее универсальны. И та же самая история, но не с манекенами, а с героями, с персонажами, она бы канала гораздо лучше. Та же самая история с раскрытием сеттинга канала бы гораздо лучше. Но для меня все это не канает просто потому, что там нет ничего, буквально ничего, за что я бы мог зацепиться и сказать, да, в этом фильме нет того-то, 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 но есть это. Я вот это ради этого буду смотреть. Как и в запрещенном приеме. Да, в этом фильме нет вообще никакого смысла, в этом фильме практически нет персонажей, но в этом фильме есть две крутые сцены, которые длятся больше 15 секунд каждая, ради которой я не жалею, что его посмотрел. В Тихоокеанском рубеже этих сцен, к сожалению, нет. И там был один клевый персонаж, бандит, который с очками, но его съели. Это примерно все содержательное, что мне есть сказать. Я чувствую очень большое разочарование этим фильмом. Я не принимаю аргументы про просто. Просто не значит примитивно, потому что это немного разные вещи. Можно сделать просто, можно сделать минималистично, можно там замутить сюжет, просто вот есть дырка в земле, из нее прут монстры, вот мы сражаемся. Тогда фокус идет на сражение, тогда весь фильм должен иметь быть набит. И ничего в этом плохого нет, если ты как-то по-разному, если ты сделаешь их разнообразно, если ты сможешь запилить два часа разнообразных боев огромных роботов с монстрами, аплодисменты, да, здесь этого просто сделано, не было здесь. Я не знаю, надо посмотреть, кстати говоря, сколько именно по времени длятся боевые сцены, потому что реально мало. Тут в твиттере кто-то мне написал, что это Евангелион и Лавкрафт. Нет, это не Евангелион и Лавкрафт, это там очень рассеянная тень Евангелиона и Лавкрафта, ты ни хрена не можешь в ней разобрать. Но по характеру, скажем так, формы этой тени ты понимаешь, да, скорее всего там где-то в 95-м году стоял на этом месте Евангелион и Лавкрафт, и теперь вот здесь вот это мокрое пятно, это вот, судя по всему, Тихоокеанский рубеж. И в общем примерно такие у меня впечатления. Я ну я не ну я не хочу воевать с интернетом на эту тему, если вам понравилось, ради бога. Я не говорю, что все, кому понравился этот фильм, там идиоты ничего не понимают в кино, нет. Возможно, да, но не гарантированно. просто я этого не понимаю. И меня тревожит, что это уже происходит третий раз за последние два месяца. И мне кажется, это очень плоским, примитивным фильмом, который ну вот он сделан ради графики, буквально, да, даже во многом больше, чем трансформеры, потому что в трансформерах были персонажи, да, они бэкграунд уже был для них написан, но там хотя бы хотя бы у кого-то была четкая мотивация, да, и там можно было как-то, я не знаю, в общем, даже, я так же не принимаю аргумент, что в отличие от трансформеров что-то, что-то. Знаете, друзья, если мы будем каждый фильм сравнивать с Майклом Бэем, и каждый раз, когда фильм окажется лучше, чем трансформером, будем говорить, что это хороший фильм, ну, это извините, это постоянно мы сравниваем говно с плохим, и плохое, типа, становится хорошим в связи с этим, на фоне говна, нет, я с этим не согласен, и лично для меня Пацифик Рим, Тихоокеанский рубеж, это абсолютное разочарование, во многом на эмоциональном смысле, потому что я ожидал, что он меня зацепит, он этого не сделал, и я попытался только что объяснить, почему, во многом разрозненно, потому что я буквально только что посмотрел, у меня сейчас проносится все перед глазами дальше, две, два крутых момента, там, полтора более-менее пристойных что-то, чего можно назвать персонажами, это все, что мне есть сказать пока что про фильм Тихоокеанский рубеж, после я, возможно, пересмотрю его еще разок, ну, так поржать, показать кому-нибудь, и подсчитаю, сколько точно длятся по времени сцены с боями, потому что, знаете, если окажется, что они длятся в процентном соотношении даже большую часть этого фильма, это будет только минус, это значит, что, ну, все это выглядит так, что нуднейшая середина совершенно перевесила всю остальную боевку, что вообще отдельный позор должен быть. С вами был Зулин, мне не понравился Тихоокеанский рубеж, какие, собственно, у вас с этим проблемы.